Итак, мы начинаем. Вопросы, ответы. У кого есть вопросы, задавай. Как происходит работа между мастером и учеником? Когда карма уходит, тогда ты исчезаешь. Как работает карма между мастером и учеником? В нашей жизни карма работает. Наша карма как бы должна... А, работает ли карма между учеником и мастером? Так же однажды закончится все и с мастером? Да, в обычной жизни между нами есть карма. С мастером также у вас есть карма. Когда вы друг с другом заканчиваете карму, тогда вы расходитесь и уже начинаете путать по отдельности. И то же самое с мастером. У всех, у кого есть карма с мастером, они все приходят к нему. У кого-то... У кого-то... У кого-то... Карма только вот на одно, на один сад санг, на одно сидение достаточно. И она чистится. Кто-то приходит на два дня, кто-то на месяц, кто-то на несколько месяцев, а кто-то остается очень долго. То же самое, когда ваша карма закончится с мастером, и вот это вы... Так же вы разойдетесь. Вы пойдете по своему пути, и он останется на своем. Но с мастером есть одна вещь, потому что со стороны мастера нет никакой кармы по отношению к нему. У вас образуется карма из-за бессознательности. Карма мастера закончилась, когда он стал просветлен. В этот момент кармические связи заканчиваются. И он не создает новой кармы. Только с теми, кому он должен как бы оплатить... Вся старая связь, те люди приходят к нему. Они все приходят, или он идет к ним. Это случается. Поэтому мастера путешествуют очень много, чтобы закончить все эти же прожития, все связи кармические. Но новую карму он не создает. Потому что нет ни осознанности. Только бессознательно создают карму. Но кто не пробужден еще, кто искатель, они создают новую и новую карму. С мастером. Если вы встречали мастера, в каких-то жизнях вы встречали мастеров или сейчас, вы опять хотите почувствовать эту осознанность. Вы хотите быть с ним. И ваша карма закончится с мастером, когда... Если вы действительно идете по этому пути, если вот вы прям как бы чувствуете, что вам нужно это, вы пытаетесь достичь чего-то за пределами. С мастером. Очень такое хорошее течение. Вы течетесь. Энергия радости. Иногда случается. Вы не течетесь. Когда вы не течетесь с ним, ум начинает думать, придумывать всякие причины. Что это? Я говорю вам, если у вас есть чувство, если у вас есть чувство хорошего, сердечного такой связи, что вы так как бы течетесь с ним, связаны с ним, вдруг неожиданно что-то случается, и вот ваше течение прерывается, ломается. Когда это прерывается, вы идете совершенно в противоположном пути. Вы идете не позитивно, а по другому пути. Тогда ваши сомнения ваши, сомнения по поводу всего, сомнения по поводу мастера. Но вы не сомневаетесь по поводу себя. Может быть, вы что-то сделали не так. Может быть, вы не послушали мастера, что он говорил, и тогда, и тогда вы идете от сомнения. Ум уводит вас от мастера. И это, я говорю вам, связь между учеником и мастером. Ученик — это какой-то божественный. «Мне очень близко друг к другу. Небольшая дистанция между ними есть. Небольшая дистанция между ними есть. Практически как единое целое. Вдруг что-то в вашей жизни… Кто-то еще приходит к вам. Какая-то другая, другой человек. Этот человек постепенно уводит вас, уводит вас от мастера. Это вы не смотрите в себя. Что вы сделали? Вы начинаете думать, «Почему я не теку с мастером? Почему мне нехорошо? Что случилось?» Но вы сделали это. Вы создали это. И когда кто-то не приходил, тот человек. Говорит, «Вы очень хорошо течетесь с мастером. Большой любитель с мастером. В вашей жизни вдруг… Вдруг там партнер какой-то приходит к вам. Допустим, мужчина или женщина. Этот человек не очень любит мастера. А вы связаны с мастером. Если вы связаны с мастером и с тем человеком, и этот ваш партнер не любит мастера, он, конечно же, начнет вас уводить от мастера. Мастер очень мягок, очень деликателен. Не очень сильная энергия. Вы как цветок. И если вы приходите в вашу жизнь, вы течете с мастером очень хорошо. Прям, как бы, парите. И вдруг приходит кто-то еще, этот человек, он связан с мастером так, как вы связаны. Конечно же, что за случилось? Потому что когда вы связаны с друг с другом, именно и физически тоже, то есть телами, когда вы связаны телами друг с другом, тогда вы начинаете как выкурать друг от друга различные вещи, мысли, чувства. Они начинают двигаться у вас друг в друге. Если ваш партнер не в любви с мастером, и вас начинают растягивать как бы, вас начинают растягивать в разные стороны. Мастер в одну сторону, ваш партнер в другую. И вы прям будете там, как бы, в состоянии такой разорванности. Очень редко случается, когда вы очень связаны с мастером, сострадание существования заключается в том, чтобы быть ближе к мастеру. Это достаточно редко случается, когда полностью вот энергия течет с мастером. Чаще происходят всевозможные желания, которые отводят вас от мастера. То есть что-то тянет вас в облака, мастер тянет вас в облака, а партнер вас тянет в земле. И ваш ситуация становится очень плохой. Все типы сомнений начинают приходить к вам. То, в чем сомневается партнер, негативные сомнения, рассуждения в земле. Даже если ваш партнер не здесь, далеко от вас. Ваша связь есть, если у вас есть связь. Как он или она думает о вас и о мастере, вы это получите. Вы это почувствуете. И это не ваши мысли. Вы также думаете, что происходит? Я так в любви, я так хочу быть с мастером. Ваша душа, ваша... Но ваша одна часть связана с тем человеком. И этот человек очень далеко. И тогда вас начинает просто разрывать. Одна часть тянет вверх, другая вниз. Иногда вы уходите вверх, то очень легко вас опустить вниз на землю. Если вы бросите что-то в небо, вверх, то автоматически это упадет вниз. Сила гравитации достаточно сильна. И так же это с вами случается иногда. Вы чувствуете любовь с мастером в самом душе очень хорошо. Все случается замечательно. И вдруг что-то случается в вашей жизни. Кто-то приходит. И этот человек не связан с мастером. И он связан очень хорошо. Когда вы начинаете течь вместе, вы оба чувствуете любовь. Потому что у двух, допустим, любящих одинаково. Энергия течит. Энергия работает в двух людях. Но если один негативно настроен, с этими сомнениями, рассуждениями, ощущениями, что вообще не сомнение, то вас начинает разрывать. Одна часть вверх, другая часть вниз. Энергия работает здесь. И, конечно же, ум сильнее. Потому что вы живете с умом. Если вы входите в ум, конечно, ум берет сразу на себя очень много. Так и случается. Когда вы входите в ум, тогда возможные вещи случаются, негативные вещи. Какие-то выводы, сомнения. Если вы с этими сомнениями, выводы, они приходят к вам, то не надо думать о мастере. Подумайте о себе. Может быть, что-то у вас не так. Сфокусируйтесь на себе. Может быть, вы что-то сделали не так. И поэтому эта энергия закончилась. Не сомневайтесь в себе. Подумайте о себе. Не думайте о других. Тогда вы измените. Тогда что-то изменится. Что случилось со мной? Подумайте. что случилось во мне. Я больше не чувствую ничего. Если вы медитироваете, вы почувствуете, что случилось. что происходит. Может быть, вы найдете что-то. Может быть, что-то вы сделали не так. Как? Карма с мастером есть. И сколько вы кармы у нас есть с мастером? Сколько вы будете как-то оплачивать карму? Но с мастером? Вы можете идти до конца. И тогда ваша карма тотально полностью закончится. Вы уйдете на пределы. Станете пробужденным, просветленным. И тогда, мастер, и вы закончитесь. Больше будет ни мастера, ни вас. Ни ученика, ни мастера. Но пока ум здесь, и ученик здесь. Эго здесь. Надо случается между негативностью, сомнениями. Что-то случается. Это просто процесс. Наблюдайте, смотрите, смотрите на это. Когда это очистится, тогда это будет токи, и хорошо. Когда у вас есть пространство, у нас есть внутреннее пространство. У нас есть внутреннее пространство. Вы должны быть очень осторожны. У вас есть пространство. Допустим, небольшое. Допустим, ваша энергия идет в тело, в мысли. И вы как бы начинаете двигаться вверх, в небеса. И ваше пространство внутреннее становится еще больше. Чем больше оно становится. И в этот момент, если вы связаны с кем-то, я не говорю, что не надо, я не буду вам запрещать ничего. Не скажу, что не нужно иметь никаких партнеров, связей, физических взаимодействий. Идите в это. Но если вы идете наверх, вы как бы покинули землю. Вы как бы парите. И вы кого-то встречаете. Этот человек, он полностью за землей. И ваше внутреннее пространство еще не очень сильное. Вы тащите его, а он тащит вас. Другая также вещь случается, когда у вас есть пространство. Что-то другое приходит, но, может быть, ваши эмоции уже очищены. И ваша бессознательность очищена. Вы в удовольствии. Ваша сильная ответственность, если вы связаны с кем-то, а его эмоции полностью будут на вас. И вы подумаете, что же происходит? Где же моя медитация? Где же мое пространство? Вы не поймете, что случилось. И ваш партнер, с кем вы связаны вот так? А ваше пространство идет на вашего партнера. Он или она почувствует, как хорошо. Где моя медитация? Где моя space? Но вы не понимаете, что происходит. И ваш партнер не любит этот свап. И ваш партнер не любит этот свап. Ваше space идет в партнер. Она чувствует хорошо. Он чувствует хорошо. Это случается, когда я медитировала, ходила в ашрам и пунь. Я чувствовал такое благословение в теле. Все время. Два часа, три часа. Я не чувствовал времени. Я открыл глаза и все. Два часа проходили быстро. Все время я наблюдал за дыханием. Сам с собой. Каждую секунду с собой. Все было отлично. Приходил в ашрам. Приходил в ашрам. Сидел с ним. Десять дней. Пять дней. Пятнадцать дней. Возвращался. Когда я возвращался, я еще как бы на один шаг продвигался вверх. Когда я возвращался домой, на свою работу, там я старался держать это. Я не хотел быть с этим пространством. Сохранять его. Все время случалось. Два месяца, три месяца. Через два-три месяца я возвращался. Я чувствовал. Я чувствовал, что я приобрел что-то. Когда я возвращался, я чувствовал, что я поднялся на один шаг вверх. Мое путешествие лишь уйдет вверх. Но. Тогда. Как-то случилось так. Я чувствовал, что тут я женился. Очень хорошо. Тогда. Когда я был с моей женой, я почувствовал ужасный опыт по поводу секса. Никакого удовольствия, ничего. Я вообще не мог спать всю ночь. Что бы всего случалось. Но снова. Два дня, три дня. Десять дней, пятнадцать дней. Присход проходил. И тогда. Тогда мне хотелось сбежать. Что я не знал. И всю ночь я не мог спать. И я по работе должен был ехать в Мумбай. Я поехала в Мумбай. И тогда утром я работала, а вечером ездила в Пуно. И как-то. И как-то. И как-то. У меня был партнер с кем я жил. Вот там, наверное, в комнате. Мы с ним разговаривали. Он индус. Он говорил о сексе. О татре. Я читал это. И когда я пошел в Ашрам, я стал смотреть на всех женщин. Одни женщины, женщины. И я подумал, что случилось. Я никогда не чувствовал такого сексуального энергии. Сейчас у меня это началось. Я смотрю только на всех. И это хорошее. Это не очень. Я хочу. 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 В результате одна девушка все-таки пришла к нему, привела его домой. И он был с ней. Спали вместе. Что-то случилось в сексуальной смысле. Только в середине ночи. Что-то случилось. И я почувствовал опять очень плохо все. И я ушел. Пошел в свою комнату. Второй день был сатсанг. Она все время приходила к нему и встречалась с ней в Ашраме два-три раза. И вечерний сатсанг был. Я не хотел даже идти на сатсанг. Я начал думать все про нее. Подумал, что случилось со мной. Что случилось со мной. Я не хочу идти к мастеру. Он твоя жизнь. Что с тобой происходит? Постепенно я пошел и сел. В самый дальний угол я сел в комнату. Оша пришел. Начал разговор. Никому нельзя было выходить из холла. Но очень тихонечко я вышел. Вышел. Сел на кресло. Положил руки на голову. Начал бить себя по голове. Что происходит? Что происходит? Я никогда не чувствовал два-три года этой сексуальной энергии. Все говорили об этом. Но я ничего не чувствовал. Никто не знал. Потому что я не был заземлен. Я был всегда как бы высоко в небеса. Но когда я вошел в секс, тогда ревность пошла и гнев и так далее. И тогда, три-четыре дня после, я сейчас не могу больше сидеть с мастером. Хочу уехать. Я уехал один. Семь-восемь дней сидел один. И тогда я вернулся обратно. Столько времени не потребовалось мне, чтобы вернуться в свое пространство. Тогда я вернулся опять в пуду. Опять почувствовал то же самое. Я почувствовал опять то же самое, что было. То есть опять я не смотрел ни на кого. То есть все было так же. Одну историю я рассказала во много раз. Когда я принял санец. Я только принял санец. Я пошел в холл и там был сатсанг на хинде. Он говорил. Один человек путешествовал по пустыне. Пустыня, пустыня, песок, песок. Солнце было очень сильное. Он путешествовал. Ему хотел только полстакана воды. Потому что он чувствовал, что может умереть. И он видел, что впереди ничего нет. Только длинное-длинное пространство с песком. Он шел и шел. Он показал, что сейчас он упадет. И все, и умрет. Только он увидел вдалеке-вдалеке маленькую тень. Он почувствовал, что кто-то там есть. Когда энергия к нему вернулась, она стала идти. Новая энергия пришла. Он подошел к этой точке. Он увидел дерево. Он сел под деревом. Сказал, вау. Очень хорошо. Вот сейчас этот санцепек закончился. Есть день. Он почувствовал отдых. Дан расслабился. После нескольких минут он почувствовал. Хорошо. Солнце ушло. Теперь уже не так жарко. Но я очень хочу пить. Можно ли мне попить? Ну, как бы мне попить? Вдруг стакан с воды появился. Много. Два-три-четыре стакана. Он еще больше расслабился. Что он послушен умер, если бы он не попил. Затем он расслабился после того, как он напился воды. Чувствовал голодя, что я много дней не ел. Вдруг большая тарелка появилась. Вся пища, которую он любит, появилась в этой тарелке. Он ел. После некоторых моментов почувствовал себя еще более расслабленным. Но сейчас я не чувствую ни голода, ни жажды. После еды я что хочу? Поспать. Ну, как же можно спать, если нет матраса? Вдруг матрас появился. Хороший. Он лег на него и заснул. Девять часов спустя он проснулся полностью в свежем. Все у него есть и тень, и вода, и все. Он и поспал. Очень хорошо. Тогда он только сидел. И тогда он сказал, что захотел воды, и вода пришла. Просил еды, и еда пришла. Захотел поспать, матрас появился. Что здесь вообще происходит? Я говорю, что происходит что-то. Может быть, и привидение здесь есть. Вдруг два привидения пришло неожиданно. И он сбоялся. Ну, а привидения? Может, они меня съедят? И они съели его. И эта история закончилась. Я слышала как раз вот этот дискурс, вот этот сатсанг. И Оши сказал, что мастер это то дерево. То дерево это мастер. И все, что вы хотите, то и получаете. Вы хотите деньги, вы хотите женщин, силы. Все, что вы хотите, вы получите. Мастер, он дающий, дает. И это случится. Будьте осознаны, что в том ваше желание, в том, что вы хотите. Вы входите в эти ворота в ашраме. Когда вы входите, остановитесь. И будьте осознаны. Вы думаете, что вы хотите. Не говорите мне после 15-20 лет, что вы ничего не получили. Когда вы входите в этот сатсанг, в ашраме. Когда вы входите, просто начнете. А когда бы я не входила в ворота в ашраме, я останавливался. И спрашивал самого себя сам дальше, что я хочу. Что ты хочешь? Мне говорилось, я только хочу закончиться. Закончить себе. Закончить свое эго. Этот ум. Тогда я входил и ничего не видел вообще. Люди бегали друг перед другом. Еще что-то делали. Очень много всего происходило. Но я был заинтересован только в своем дыхании. Закончить свое эго. Закончить этот ум. Также, если вы хотите быть существованием, вы хотите уйти за пределы. И вокруг мастера, вы можете получить все это. Но в зависимости от того, что вы хотите. Он не будет вас толкать и не будет прикладывать силы к вам. Заставлять вас. Все, что вы хотите, то и случится. Это история говорит о том, что все, что вы хотите, то и получаете. Если ваше желание закончится, уже только одна медитация. Один сатсанг нужен будет для вас и все. Но если у вас много всяких остальных вещей, продолжайте, идите с этим. Сидите с мастером. Постепенно остальные желания уйдут, и последнее желание уйдет. И когда у вас не останется никаких желаний, ум закончится. Это случается, но карма с мастером идет дальше. Потому что если вы заканчиваете карму с мастером, то, как только вы создаете новую карму, вы опять с мастером начинаете сидеть. Он вас очищает. Потому что если вы полностью осознанны, тогда вам не нужно, мастер, потому что вы не создаете никакой кармы. Очищение кармы происходит с мастером через сатсанги. Через его свет темнота исчезает, очищается. Когда вы подходите к свету, темнота исчезает. И с мастером это гораздо легче происходит. Только с сиденья и с ним. Чем больше темноты есть, тем быстрее она уходит. Постепенно, постепенно, с каждого уголочка все очищается. Но опять, если у вас много пространства, и много темноты в вас очистилось, не исключаете быть связанным с кем-то, кто как бы находится в этой темноте, тогда первое, что вы получаете, вы очищены, и вы чувствуете всю его темноту, и она приходит на вас. Но поэтому так мало происходит просветление у людей, потому что здесь создаются новые и новые кармические связи. Это значит, не значит, что нужно. Это не значит, что не нужно завязывать новые связи, но делайте. Но помните, что если вы поднимаетесь выше, как бы, вам не нужно идти вниз. Обращайте на это внимание. Как бы, природа хочет вас тащить вниз. Редко-редко кто-то поднимается вверх. Но карма с мастером заканчивается. То есть, если вы опять узнаете новую карму, вам нужно опять идти к мастеру, чтобы расходило очищение. Только иногда случается то, что я говорила себе часто. Парнер или партнер не любит мастера, чья энергия идет совершенно по другому пути. Тогда он за счет вас в одну сторону, мастер в другую. Иногда мастер более сильно. Иногда парнер, кто сильнее, тот и побежит победит. Но если вы хотите быть осознанным, быть с осознанностью, быть с мастером, мастер означает свет, мастер означает осознанность. Все, что бы ни случалось, случается с ним. Иногда ум входит и говорит, может быть, это даже не ваши мысли, не ваш ум. Может быть, она там что-то подумала. И вдруг это связано, и вы схватываете эту мысль, что вы связаны. Ваша связь, ваши тела связаны, ваш ум связаны. Пока ваша связь не закончится, вы не будете свободны. Если она хорошо, вы чувствуете хорошо. Она не очень хорошо. Если чувствуете не очень хорошо, он хорошо, вы хорошо. Вот так и происходит, если у вас есть энергия. У вас есть связь. Если вы оба идете вместе. Но если вы оба любите мастера, тогда вы как бы начинаете течь вместе и подниматься. Он не чувствует, он не чувствует, он не чувствует. Это же, если у вас есть отношения. Если очень хорошо, то оба идут вместе. Но карма будет с вами происходить до тех пор, пока вы не достигнете пробуждения, просветления. Мастер вам помогает избавиться от кармических связей. В тот день, когда вы закончитесь, автоматически это случится и вы... Тогда нужно будет ни я, ни никого, ни ученика, ни меня, ни никого нет. Все закончится. Это автоматически случится. И мастер скажет, идите, иди. Все, он законен. И теперь всылай, передавай мой месседж, мое сообщение всем. Это случится. онлайн-месседж и тоже. Он законен. Он давит тебя, нахер, и, как пообедит к онлайн. Он монет, говорит, если он сказал,